Дефиле VIP персон известных людей нашего города традиционно открывает фестиваль «Платье города». Обычно выходу на подиум предшествуют репетиции и примерки, на одной из которых побывала наша съемочная группа. Мне очень нравится, что у каждого своя история. То есть кто-то у нас фея, кто-то у нас жильцбонд, кто-то у нас рыбак. Все в образах очень разные, то есть кто-то нежный, кто-то брутальный, кто-то интеллигентный, такой как бы строгий. То есть все очень разные, зритель может ощутить разные эмоции, разные состояния, разные характеры. То есть я думаю, что это будет очень интересно. И отличительная особенность дефиле в этом году – это у нас «Фэмили Лук». То есть у нас многие VIP персоны пришли на это мероприятие со своими детьми, и мы в течение месяца это все репетируем. Я на сцене хотела победиться с дочерью, потому что для меня, как для упомяточного поправа человека, очень важно продвигать идею толерантности, идею открытости к особым детям. Моя дочка особенная, у нее аутизм, ей 10 лет, и для нее эти репетиции еще сложнее, чем для меня. И здесь я увидела очень доброжелательный коллектив, доброжелательную атмосферу, и еще больше укрепилась в этом желании появиться на публике со своей уже взрослой дочерью. Образы, которые будут представлены на подиуме, в большинстве в своем созданы челябинскими дизайнерами. Наша задача в платье города – показать шоу, и оно удается, потому что там же создается образ, и образ стильный обязательно. И в то же время и носибельную одежду. То есть человеку нравится, он хорошо себя чувствует, комфортно. Мы никогда не делаем вещь такую, знаете, одноразовую. Конечно, от кутюр вещь, конечно, она на подиуме смотрится эпатажно, да? Никогда не будет добавлять. То есть вот такая фишка, которая действительно зацепляет и действительно говорит «да, это yes». Я давно знаю Веру Алексеевну, директора Ателье Фортуна. Она предложила мне идеи, зная, что я люблю элегантный кэжу, как называю. Мне нравится стиль Шанель. Мы увидели с ней последнюю коллекцию, которая буквально две недели назад, и мне она понравилась. Поэтому мы решили воплотить мою мечту. То есть у нас не платье города, а у нас костюм города. Платье придумывала моя дочь, и я вместе. Цвета мы ходили выбирали, мы искали прежде всего градиентную ткань. И когда мы нашли подходящий вариант, исходя из этой ткани, мы уже подобрали вторую ткань, чтобы они сочетались между собой. Что символизирует, какую информацию доносит мир в ваши наряды? Живистенность, красота, изящность. Ваши аксессуары? А это я занимаюсь куклотерапией, шью авторские куклы. И вот хотела прорекламировать себя как терапевт. Это платье родилось очень быстро. Только я пришла, сказала только, наверное, по поводу цвета. Девочки меня сразу поняли. Буквально за неделю три примерки и платье было готово. Я давно занималась и балетом, и гимнастикой, и думала, что для меня будет все очень легко. Но нужно правильно шагать, нужно правильно смотреть, нужно задержать спину. Очень много движений, которые думают, что делаются просто так, оказывается, оттачиваются каждый шаг. Юристы, чиновники, общественные деятели, бизнесмены и артисты. В нынешнем году состав участников не ограничен одной сферой деятельности. Оценить наряды местных дизайнеров можно будет 25 марта на фестивале или несколькими днями позже в выпусках Beauty Time.